У продавца в электричке мы купили вот такую лупу для чтения. Это тонкая и гибкая пластинка из пластмассы. Ее можно носить в книжке как закладку. Такое устройство называется линзой Фринеля по имени ее изобретателя. Когда мы отводим линзу от страницы, она увеличивает буквы, как обычная лупа. Но как такая линза работает? Обычная линза собирает параллельные лучи в фокусе за счет преломления света на выпуклой поверхности. Разрежем такую линзу на слои и уберем плоско-параллельные пластинки, ведь они не влияют на ход лучей. А теперь перенесем оставшиеся кусочки на одну плоскость. И у нас получилась линза Фринеля, которая стала гораздо тоньше, но она по-прежнему собирает параллельные лучи в фокусе. Кольца, из которых состоит поверхность линзы Фринеля, хорошо видно, если посмотреть на нее с небольшого расстояния. Чтобы измерить фокусное расстояние нашей линзы, построим на экране изображение источника. Расстояние от источника до линзы и от линзы до экрана сейчас равно 34 см. Воспользуемся формулой тонкой линзы. Фокусное расстояние нашей линзы равно 17 см. Попробуем использовать линзу Фринеля в качестве объектива подзорной трубы. Изображение, которое линза строит в фокальной плоскости, мы будем рассматривать не глазом, а через фотоаппарат, работающий в режиме макросъемки. Наш телескоп работает, но дает очень сильные искажения. Поэтому для телескопа линзы Фринеля подходят плохо. Зато в прожекторах маяков они работают отлично. Сам Фринель придумал такие линзы именно для использования на маяках, ведь их толщина и вес гораздо меньше, чем у обычных линз, и их можно собирать из отдельных частей. Свет яркой лампы, преломляясь в таком фонаре, расходится в разных направлениях несколькими узкими световыми пучками. Когда такая система вращается вокруг своей оси, моряки на корабле видят проблесковые огни маяка.